5 ошибок в тренировке пресса Хочу поделиться с вами ключевыми ошибками и заблуждениями о тренировке мышц брюшного пресса. Первое. Вера в то, что качая пресс можно похудеть. И именно поэтому любители быстрых результатов и весеннего экспресс-фитнеса как сумасшедшие набрасываются на тренажёры для скручиваний, поворотов и подъёмов корпуса, едва успев зайти в зал. Ни одно упражнение в мире не заставит ваш организм сжигать жир именно в локальной зоне. Любые упражнения всего лишь создают определённые энергозатраты, заставляя ваше тело сжигать дополнительные калории. Чем тяжелее упражнение, тем больше расход энергии. С этой точки зрения, один подход приседания с собственным весом будет гораздо эффективнее убирать живот, чем два или даже три подхода на пресс при правильном питании. Номер два. Выполнение кучи разных упражнений на низ пресса. Вверх пресса и первый кубик справа, второй, третий слева. Пресс анатомически не делится на верх и низ. Выполняя любое упражнение с достаточной интенсивностью, мы так или иначе задействуем пресс целиком. Да, подъёмы корпуса в чуть большей степени загружают верхние кубики, а подъёмы ног нижние. И тем не менее, пресс всегда работает целиком, поэтому выполнение 5-7 разных упражнений на одной тренировке просто нет смысла. Номер три. Убеждённость в том, что пресс требует какого-то особенного подхода в тренировке. Исходя из этого, многие считают, что выполнять меньше 30 повторений в подходе просто бесполезно. На самом деле, имеет значение не количество повторений, а время нахождения под нагрузкой. Для того, чтобы сделать с кубики выпуклыми идеальный режим от 15-25 повторений до отказа или сильного жжения, обычно это соответствует от 30 до 50 секунд непрерывной нагрузки. Уверенность в необходимости многих десятков и сотен повторений на пресс во многом ещё основывается на вере в жиросжигающие свойства. Номер четыре. Подъём абсолютно прямых ног и подъёмы прямого корпуса на наклонной скамье. Максимально полное сокращение мышц пресса происходит в условиях максимального скругления спины. Во всех вариантах скручивания, лёжа или подъёмов корпуса, вы должны представлять себе, что как бы заворачиваетесь в рулетик, начиная с шеи и заканчивая поясницей. Во всех вариантах подъёмов ног нужно чуть включить, согнуть колени и стараться поднимать не ноги, а таз. Это позволит уменьшить нагрузку на сгибатели бедра и квадрицепс и по максимуму загрузить именно мышцы живота. Номер пять. Сильный пресс – плоский живот. Каким бы сильным ни был пресс, если над ним толстый слой жира, плоским живот не будет. Более того, даже при малом содержании жира и накачанном прессе, живот может вываливаться вперёд. Такое можно часто наблюдать у соревновательных бодибилдеров. Вываленное пузо, а на нём кубики. Выглядит весьма необычно. Дело в том, что за втягивание живота отвечает совершенно другая мышца. Поперечные мышца живота. Поэтому для эффекта впалого живота и уменьшения талии тренироваться нужно прежде всего её. Хорошо для этого подходит упражнение в вакуум, втягивание живота в разных положениях на задержке дыхания. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok